Хабибулла, расскажите, пожалуйста, что здесь за образцы выставлены? Это часть нашей продукции, которая производится нашим хозяйством. Самый первый – это семенное хозяйство. Мы производим семена элитного, первой репродукции хлопчатника. Это вот два вида хлопчатника. Мы начнем вот хлопок сырец, да, получаем? Мы сначала сажаем. А, сначала сажаем. Да, вот это семена. Вечный вопрос, что было первое – курица или яйцо? Мы начали с семян. Значит, это оголенные семена и опущенные семена. Они оба же семена, только технология посева разная, поэтому некоторые сажают опущенные, некоторые сажают оголенные. Это зависит от техники посева. Это сейчас они обработаны чем-то, предпосадочные обработки? Это обработано химикатами, которые, чтобы насекомые не съели. Значит, вот этот семена – это сорт Туркестан, который созревает 120 дней, дает хороший урожай до 40-45 центнеров и созревает в течение 120 дней. Вегетационный срок составляет 120 дней. После мы получаем хлопок сырец, он здесь, в нашем заводе, вот так на бунте принимается для хранения. Это каждый бунт примерно 250-300 тонн в одном бунте будет. Это, типа, макетик этого бунта. Значит, это будет храниться до того, чтобы с поля приняли до переработки, там, 3 месяца, 5-6 месяцев. А влажность какая-нибудь, то есть это неважно, подсушивать его там? Нет, нет, нет. Его, чтобы он качество не терял, внутри канали роется и высасывается оттуда влажный воздух. Вентиляция типа там устроена, да? Да, вентиляция делается. После переработается на такие тюки, это хлопок волокно. То есть это у нас все макеты? Да, в таком виде он отправляется в текстильные фабрики. А что вот эти цифры значат? Это номер завода, номер марки, номер кипа, вес кипа и какая смена производила. То есть ты в любое время можешь, кто его производил, узнать. Значит, потом в результате переработки получаются технические семена. Технические семена перерабатываются у нас на маслозавод. Получается растительное масло. В результате переработки получается вот жмех и шелуха. Это который идет для корма скота. Он очень ценный продукт. А халву не изготавливают из него? Халву делают из подсолнечника, да? А из хлопчатника не делают? Нет, это делается корма. То есть вот у нас такой вот жмых, такой вот жмых. И какая влажность у него, когда она выходит? Влажность 3-4% будет, да. Ну то есть сухая? Да, он уже практически сухая. Потому что при переработке на жаровне жарятся семена. 140 градусов, 150 градусов. И после этого перерабатывается. Под давлением и при высокой температуре. Да, да. И результаты вот получаются жмых. А до переработки снимается вот шелуха, скорлупа. До переработки, до того, как мы получим, да? Да, до того, когда попадает пресс, снимается шелуха вот снаружи. И остается ядро для переработки. Вот ядро попадает на жаровне. И нагревается, и перерабатывается жмых. А шелуха идет животным тоже? Шелуха и жмых идут на переработку. А теперь на поле идет североборот. Одним из товаров североборот это сафлёр. Тоже масличная культура. Тоже здесь перерабатывается. Тоже с него тоже жмых получается. Ну, это содержит где-то 15-18 процентов масла. То есть сафлёр и масло тоже очень хороший продукт. Но он для нас это, во-первых, североборот для поля. А в тех, культура для переработки. Теперь в результате переработки получения волокна остаются такие продукты, как линд и улюк. Улюк – это незрелее волокно. А линд – это короткое волокно. Вот они смешиваются и переработаются на вату. Это вата для народной потребления. Это для постели, для матрасов, для разных хлопков. Настоящая вата. Так. Теперь мы параллельно сажаем соргу. Соргу сейчас сажаем совместно с институтом сельскохозяйства. То есть они изучают, какой сорт сорга здесь хорошо приживается, урожай хорошо даёт. И возможность получения хлеба. Сорговый хлеб. Сорговый хлеб. Он полезный продукт. Поэтому сейчас, когда мы будем массово принимать этот какой сорт сорга, тогда будем это уже в промышленном масштабе сажать. А его как убирают? Убирают. Он комбайном убирается. Ну а жатка там какая-то? Да, да. Сорговая. У них есть приставка, которая как бы кукуруза убирается. Он растёт как кукуруза, только все плоды у него наверху. То есть он высоко растёт? Здесь 6 видов сорги. Есть японский вид сорги, который растёт около метра. Есть сорга, который кубанский 3 метра, 3,5 метра высоко растёт. Вот поэтому разные. Разные, да. Так. И всё это в конечном-то итоге что производим? В конечном итоге из нашего продукта делаются вот такие ткани. Это самый последний продукт. Сегодня мы, у нас текстильная фабрика есть, но он старого, там старая оборудование стоит ещё на Севицкой. Сейчас идёт модернизация. Сейчас из нашего товара вот эти продукты раньше делали. Сейчас мы модернизацию делаем и собираемся в самом высоком уровне, в новом технологическом уровне хлопчатобумажной, натуральной ткани. По этому поводу мы по всей отрасли сейчас сотрудничаем с компанией IKEA, чтобы все наши и продукты питания, и продукты технического назначения, продукты одежды, чтобы соответствовали требованиям IKEA. Хабибулла, расскажите, пожалуйста, что сейчас здесь происходит? Мы находимся в одном из полях нашего хозяйства. Здесь происходит посев хлопчатника. Вот сегодня первое поле, которое хлопит, несмотря на природные условия. Сейчас мы уже успели, уже начали сеять. Влага-то когда здесь была последний раз? Мы вот параллельно поливаем и параллельно сажаем. То есть это поле проливалось? Мне десять тому назад поливался здесь. Дальше сейчас идет полив, обработка и вот посев одновременно ходит. Здесь, если мы сегодня сажали, через 120 дней примерно будем уже хлопок убирать. Убираем. Тогда будет где-то в середине сентября уже будет здесь уборка происходить. Мы сажаем свой сорт. Это сорт Туркестан называется хлопчатника. Это новый сорт с новыми характеристиками. Имеет хорошую урожайность, хорошее качество волокна. Это поле сколько гектар? Здесь 43 гектара. Здесь основной хлопчатник поливается. Из-за реки поливается. Когда воды не хватает, то здесь скважин есть. Заполнительный скважин есть, чтобы воду вовремя обеспечить. Если все агротехнические мероприятия соблюдать, то примерно 40-45 сантиметров с гектара ожидаем. Бывает больше, бывает чуть-чуть меньше. Это зависит от того, что каждый год климатические условия зависят. Ребят, мы сегодня побывали в сельскохозяйственном кооперативе Cortex Agro. Все контакты я, конечно, оставлю в описании. Я желаю вам расширения линейки продукции, хоть как по хлопчатнику, так и по молочке. Я думаю, что наши видео помогут вам привлечь и новых клиентов, и развитие бизнеса. И, может быть, какие-то инвесторы, если они вам требуются, придут. Удачи вам, Хабибулла. Спасибо большое. Спасибо вам тоже. Приятно было познакомиться, посмотреть, как у вас здесь все происходит. А мы сюда, безусловно, вернемся, чтобы посмотреть. Может быть, через год приедем, посмотрим, как развивается хозяйство. А, может быть, приедем даже осенью, чтобы поснимать уборку хлопчатника и производство. Удачи во всех делах. Берите пример с Cortex Agro. Еще раз, спасибо, очень здорово. Вы большие молодцы. И главное, что и дети, и люди. Я увидел заботу о людях, чего очень и очень мало, на самом деле. Это очень здорово. Вы молодцы большие. На таких людях держится не только Казахстан, там весь добропорядочный мир держится на таких людях. Удачи вам. Спасибо. 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 Продолжение следует...